Давайте начинать. Сегодня 6 ноября самое обсуждаемое событие в мире это, конечно же, президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, на которых побеждает Дональд Трамп. Для некоторых это событие явилось совершенно неожиданным, а для других, напротив, они его очень ждали и, собственно, рады этому повороту событий. А как вот вам, как вы считаете, это хороший знак или вообще ничего не поменяется? Или вы вообще не следите за вот этими всеми событиями и вам как-то совершенно фиолетово, что там будет дальше? Но все-таки нас с вами, русскоязычных, ну, по крайней мере, большинство из нас, конечно же, волнует вопрос, как дальше будут развиваться события в отношении конфликта между Россией и Украиной. И вот эти вот выборы в Соединенных Штатах в таком контексте, они, конечно, очень важны. Почему? Потому что, ну, многие эксперты, политики сходились во мнении, что если бы победила Камела Харрис, то, в принципе, скорее всего, особо бы ничего не поменялось с точки зрения поддержки Украины, ну, и вообще вот всех событий. То есть она бы продолжила курс, который уже был взят президентом Джо Байденом, который до сих пор еще, кстати, является президентом. Но вот если бы, точнее, ну, не бы уже, да, победил Трамп, то вот тут как бы все становится очень неопределенно и очень неизвестно. Вообще непонятно, как будут развиваться события дальше. И вот тут все немножко напряглись. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, как вы считаете, будут ли какие-то изменения с учетом того всего, что происходит, и с учетом того, что Дональд Трамп говорил, обещал. Ну, конечно, нужно понимать, что это предвыборные, так скажем, лозунги. Они не всегда соответствуют и обстоятельствам, и действительности. Но все-таки в целом, есть ли у вас какие-то соображения по этому поводу? Вот что вы ждете? Как считаете, хорошо это, плохо победа Трампа для решения конфликта Россия-Украина? Или вы считаете, что ничего не изменится, и все как-то вот так будет понакатано, вяло текуще тащится? И также я в этом видео вам расскажу, как у нас тут наши французские СМИ реагируют именно на этот аспект. То есть, что они считают, как победа Дональда Трампа России воспринята была, и как победа Дональда Трампа воспринята Украиной. Конечно же, все скриншоты я сделаю. Кому нужно, можете проверить в интернетах. Так вот, пока Дональд Трамп побеждает, но до момента, пока станут известны официальные, подробные и точные результаты голосования на выборах в США, может пройти еще довольно-таки много времени. Однако Дональд Трамп принимает поздравления, принимает поздравления от лидеров стран, и его же поздравил наш президент Эммануэль Макрон, также премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Польши Анжей Дуда и премьер-министр Грузии. В общем, много-много кто. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже поздравила Трампа, и, значит, с такой речью, что, мол, ЕС и США больше, чем просто союзники, и все будет классно. Также, конечно же, генсек НАТО присоединился, ну, не будем всех перечислять. Но и, конечно же, Зеленский, господин Зеленский, также не остался в стороне. А вот по поводу Владимира Путина, пока, насколько мне известно, он Трампа не поздравлял, ну, пока что. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков чуть ранее заявил, что пока об этом ничего не знает, будет ли, собирается ли Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа, ну, я думаю, что, скорее всего, поздравит, возможно, чуть позже, когда уже, ну, как-то все это дело устаканится. А вот, значит, в отношении Камалы Харрис, значит, в отношении Камалы Харрис очень интересный момент. Сегодня, в среду, по идее, она должна была выступать перед своими сторонниками. Однако ночью вот этой вот, когда стало понятно уже, что Трамп лидирует, команда вице-президента отменила ее речь у предвыборного штаба. И вообще, проходят такие сообщения в наших СМИ, по крайней мере, я не знаю, как по вашим странам, но у нас пишут, что как-то Камала Харрис куда-то делась, как-то куда-то потерялась немножечко, и не общается с журналистами, потому что все, конечно же, хотят у нее взять интервью, хотят спросить о ее реакции, что она вообще думает по этому поводу, как она себя чувствует, но пока она на связь не выходит, по крайней мере, на момент съемки этого видео. Если что-то поменялось, пока вот вы смотрите тоже, поделитесь этим тогда в комментариях. Но пока мы с вами вернемся к нашему вопросу. Как я уже сказала, пока что, по крайней мере, на момент съемки видео президент России Владимир Путин еще не поздравил Дональда Трампа, как-то ничего по этому поводу не высказался никаким образом. А вот господин Зеленский уже сделал заявление. Давайте я вам его зачитаю. Я ценю приверженность президента Трампа к подходу мир через силу в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, который принесет пользу обеим нашим странам. Украина, как одна из сильнейших военных держав Европы, стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. С нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами, заявил Зеленский. Еще нужно отметить, что победа Дональда Трампа наделала много шуму в Европейском Союзе, в связи с чем лидеры ЕС собирают экстренную дискуссию о победе Трампа. Совещание планируется провести 7-8 ноября в Будапеште, сообщают нам с вами СМИ, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе. Так вот, депутат в Брюсселе заявляет следующее, цитата, «Неформальный саммит в Будапеште станет хорошей возможностью для лидеров провести экстренную дискуссию о подготовке ЕС к последствиям победы Трампа». То есть тут, как видите, опять же, совершенно непонятно, куда все повернется. Ни с точки зрения ЕС, ни с точки зрения Украины или России. То есть пока вот ничего не понятно, что будет дальше. Несмотря на то, что события развиваются стремительно, тем не менее, есть время пожить с этой информацией, как-то ее осознать, потому что инаугурация Трампа запланирована аж на 20 января 2025 года. А до этого момента обязанности президента продолжит выполнять Джо Байден. То есть до того, как Дональд Трамп приступит к обязанностям президента Соединенных Штатов, Штатов пройдет еще почти что? Два с половиной месяца примерно. Но это достаточно много времени. Поэтому, думаю, как-то определятся лидеры политики, что, как дальше двигаться, куда. А может и не определяться. Но пока смотрим, наблюдаем, что будет до 20 января. И со стороны Джо Байдена, который будет еще почти три месяца исполнять обязанности президента. И, в принципе, вполне легитимно может принимать разного рода решения. Но и со своей стороны Дональд Трамп также может наметить какие-то планы, какие-то встречи уже организовывать. И уже, возможно, будет понятно направление его действий. Уже после того, как он официально станет президентом Америки. Я им веду, когда пройдет инаугурация. Ну вот как-то так. В общем, очень-очень все нестабильно и непонятно. Ну а теперь давайте посмотрим, что пишут у нас во французских СМИ по этому поводу. Как, по мнению этих самых французских СМИ, реагирует Россия и, соответственно, Украина. Вот прямо сейчас, что пишут. Буду вам переводить с французского. Вот сейчас вы видите статью, которая была опубликована буквально вот сейчас в Le Monde, которая называется следующим образом. Кремль в неопределенности после объявленной победы Дональда Трампа. Между иронией и скептицизмом, говорится в статье, российские элиты предпочитали шутить, мол, Дональд Трамп или Камала Харрис. В Москве мы знаем, за кого на самом деле хотят голосовать американцы. За Владимира Путина. В окружении главы Кремля победа кандидата от республиканской партии в среду 6 ноября не вызывает такого энтузиазма, как в 2016-м во время первых выборов миллиардера. Неважно, кто будет избран в конечном итоге, Вашингтон против нас. Ничего не изменилось, ничего не изменится. Признался высокопоставленный российский дипломат. Пишется опять же в статье, еще раз повторюсь, что я вам перевожу с французского, что написано. Дальше в этой статье, значит, следующее пишет. И политические лидеры, и российские бизнесмены вспоминают об этом в один голос следующим образом. Надежды, которые не питались приходом Дональда Трампа в Белый дом в 2017 году, быстро рухнули. И его якобы привилегированные связи с Владимиром Путиным не материализовались в улучшении двухсторонних отношений. Первые американские санкции против Москвы, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, так и не были отменены. Напротив, за это время первого президентства Трампа они даже умножились. Сегодня, в среду, Кремль быстро напомнил, что будет судить Дональда Трампа по конкретным действиям. Владимир Путин не планирует звонить, чтобы поздравить его, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Давайте не будем забывать, что речь идет о враждебной стране, которая прямо или косвенно вовлечена в войну против нашего государства, настаивал он. Опять же, я еще раз напоминаю, я перевожу вам статью. Со своей стороны Дмитрий Медведев, бывший президент России, ставший одним из самых националистических голосов в Москве, уже предупредил. У нас нет причин возлагать большие надежды. Для России выбор ничего не изменит, поскольку позиция кандидатов полностью отражает двухпартийный консенсус о необходимости победить нашу страну. Предупредил он. Ну вот как-то так все это выглядит, да, по мнению французских СМИ, вкратце. Опять давайте посмотрим, как по их же мнению, французских СМИ, выглядит победа Дональда Трампа со стороны Украины. Вот вы видите статью в этой же Le Monde, которая тоже только что вот вышла совсем недавно, которая называется так. Победа Дональда Трампа погружает Украину в неизведанное. Прыжок в неизведанное. Выбрав Дональда Трампа президентом США, американские избиратели выбрали самого непредсказуемого кандидата, который возглавит главного союзника Украины в войне против России. Если победа кандидата от демократической партии Камела Харрис должна была обеспечить некоторую преемственность в политике поддержки Киева со стороны Вашингтона, то победа Дональда Трампа предвращает разрыв. Ну как бы непонятно, да я вам просто перевожу. Следующий президент США может усилить или ослабить поддержку Украины. Если эта поддержка ослабнет, Россия захватит еще больше территорий, что помешает нам выиграть эту войну, заявил 31 октября президент Украины Владимир Зеленский. Дальше в статье говорится следующее. В последние годы Трамп постоянно рекламировал свои хорошие отношения с Владимиром Путиным. В ходе своей предвыборной кампании он настаивал, что достигнет соглашения с президентом России и сумеет положить конец войне за 24 часа, не вдаваясь в подробности. Еще в этой статье, которая опубликовала Лю Монт, говорится следующее. Господин Трамп продолжает критиковать политику поддержки Украины Джо Байдена. Он также не пощадил господина Зеленского, обвинив его в отсутствии воли к поиску решения конфликта, представив его, цитата, «лучшим продавцом на планете». 25 сентября этого года, когда глава украинского государства находился с визитом в США. Ну вот такая вот интересная риторика у наших французских СМИ. Что, кстати, думать по этому поводу? Знаете, если вот так вот прошерстить, ну плюс-минус как-то вот так все это выглядит. То есть пишут примерно одинаково. Вроде бы ничего не понятно, но нужно учитывать, что Трамп говорил вот это, Трамп говорил вот то. И как-то он, значит, сильно акцентировал внимание на вот этих своих хороших отношениях с Владимиром Путиным, на закончить войну в течение 24 часов и вот это вот все. Вот сейчас все это вспоминается, обсуждается и, как вы видите, наши французские СМИ склоняются к тому, что ни для России, ни для Украины победа Дональда Трампа не несет определенности. То есть ничего не понятно. Честно говоря, вот здесь я соглашусь, наверное, с французскими СМИ. Не знаю, как вы, но вот я соглашусь. Мне тоже пока вот на данный момент ничего не понятно. Скорее всего, какие-то там переговоры, договоры и все прочее идут, но мы об этом с вами не знаем, но посмотрим, что будет в следующем году. Мне кажется, вот следующий год, 2025, уже расставит все по своим местам. Кто какой курс будет брать и кто какой курс будет держать, чем все это закончится. Я со своей стороны, конечно, очень надеюсь, что хоть каким-то миром это закончится, хоть каким-то, но, по крайней мере, острая фаза сойдет на нет и перестанут гибнуть люди и с той стороны, и с той стороны, потому что для всех это трагедия. Мы все люди, все живые и все хотим жить в мире. Ну, я так полагаю. Но не всегда от нас зависит. Точнее, многое от нас не зависит, вот, по крайней мере, в том мире, в котором мы живем. Все где-то как-то там в кулуарах обсуждается, и сложно вообще как-то с этим определиться, и сложно как-то понимать, что вообще дальше будет. Но еще раз повторюсь, я очень надеюсь на скорейший мир. Уж не знаю, какими путями, какими способами это будет достигнуто, но самое главное, чтобы хотя бы не было вот этих ненужных смертей. Вот этой всей трагедии. Ну, это просто ужасно то, что происходит. Уже три года это все идет. Ну, почти три года. Конца и края не видно. И почему вот многие с такой надеждой ждали эти конкретно выборы? Потому что если уже более-менее определились, кто президент в России, что там с Украиной пока тоже не совсем понятно, я имею в виду с точки зрения политики, ну, как-то тоже очевидно, да, тем не менее. А вот со стороны США тут, конечно, было много вопросов. Ну, вот, собственно, случилось уже, выборы прошли. Ждем, ждем, что будет дальше.